Нам предлагают выносить мусор в пакетах, но мы не выносим, потому что у нас ветра очень сильные, мусор раздует, собаки могут разорвать их. И во что превратится наше село? Людмила уверяет, действует по закону, ведь местом накопления отходов должны быть специальные площадки с мусорными баками. Но глава района Евгений Юрьев считает, что жители неправы. Ведь машина для сбора этих мусорных пакетов есть, ездит по расписанию. Говорит, будут и контейнерные площадки, но это процесс небыстрый. Их количество и расположение пока неизвестно. Жители Назаровки беспокоятся, что расчеты будут производить согласно спискам, предоставленным администрацией. А там до сих пор фигурируют мертвые души, за которые людям тоже предлагают платить. Чтобы исправить в них данные, надо ехать в бухгалтерию и там вносить изменения. Но бухгалтерия у них работает всего три часа в день, с девяти до двенадцати. С обеда у них обработка данных. Даже если они три часа принимают, что мешает им передать главой поселения в Михайловку в любой момент эту справку? Не на камеру Людмила добавила, что власти предлагают взять мусорный бак временно, бесплатно. Правда, находится он в Рубцовской за 150 километров. В перерасчете на деньги за проезд бесплатный бак обойдется в 3000 рублей. Поэтому сельчане и ждут муниципальные контейнеры и борются за свои деньги. За пару летних месяцев одной из улиц поселка произвели перерасчет. За очередным пересмотром скоро планируют обратиться вновь. Платить 66 рублей за человека жители не готовы, считают цифру завышенной. У них и мусора-то столько нет. Платить будут лишь, когда появятся мусорные баки. А случится это, судя по всему, не раньше, чем через полгода, а то и позже. Татьяна Голубева, День с толком.